Дорогие друзья, я вас всех-всех сердечно приветствую. Сегодня у нас такое праздничное служение. У меня духовой оркестр, это всегда ассоциация как праздник. Так что, братья и сестры, спасибо вам за праздник, который вы сегодня нам делаете. И пускай Бог благословит ваше служение. А я хочу прочитать следующий текст, еще написание. Это евреям, 13 глава, 16 стих. Не забывайте также благотворение и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу. И тема нашего рассуждения сегодня это общительность. Мы прочитали этот стих, где говорится, что благотворение и общительность это жертвы, которые благоугодны Богу. Но прежде чем мы будем рассуждать над этим стихом, я хочу сделать одно такое замечание по поводу этого стиха, что этот стих в разных переводах переведен по-разному. В синодальном переводе это переведено как благотворение и общительность, а вот в новых переводах там по-другому переведено, и там слова общительности там нет. Почему? Потому что греческий текст, там есть такое слово греческое кайнония, и оно имеет как бы несколько значений. Оно имеет значение взаимоотношения, общения, и также есть значение соучастия и как взаимопомощь. И вот одни переводчики перевели это как общение, другие уже перевели это как взаимопомощь. И в новом переводе мы читаем «Не забывайте делать добро и делиться с теми, кто в нужде». Такие жертвы принятны Богом. Почему я об этом говорю? Потому что я не знаю, какой перевод вы пользуетесь, какой Библией, если вы не находите это слово общительности в вашей переводе, то это есть в синодальном переводе. Я не знаток греческого языка, не могу судить, какой перевод есть правильнее, но как бы ни было, хочу сегодня говорить об общительности, потому что это очень важная тема. Бог нас создал с такими возможностями, с такой способностью общаться друг с другом. Мы можем через слова выражать наши чувства, мы можем выражать наши идеи, какие-то делиться информацией. И почему Бог наделил человека такими способностями? Потому что Бог, создавая человека, Он имел как бы особую идею к человеку. Бог создавал человека для любви. Бог не создавал человека для того, чтобы человек просто делал какую-то работу для Бога. У Бога есть ангелы, есть служебные духи, а Бог создавал человека для того, чтобы с этой личностью, с человеком иметь отношение любви. И Бог также хотел, чтобы и человек, люди научились тоже строить между собой вот это отношение любви. И вот главная цель, почему Бог создал человека, Он создал его для любви. Но для того, чтобы строить эти отношения любви, нужно общаться, нужно уметь делиться друг с другом тем, что ты чувствуешь, тем, что ты думаешь. И Бог дал нам такую способность, вот, используя слова, мы можем общаться друг с другом. Но дьявол, который есть против Бога, и который вот работает над тем, чтобы разрушать то, что Бог созидает, который хочет разрушать вот любовь между людьми, и на что он направляет свои усилия, чтобы разрушить и общение между людьми, чтобы люди не могли общаться. А даже если они и общаются, чтобы это общение было не на добро, а на зло. Брат Виктор говорил в самом начале, что мы должны быть очень осторожны быть в словах, потому что мы не знаем, какие последствия могут приносить наши слова. И я сегодня хочу вдохновлять нас на то, чтобы мы общались, и немножечко хочу затронуть вот эту тему, как мы должны общаться, чтобы наше общение, оно приводило к сближению, оно приводило нас к любви. И самый лучший, и самый хороший пример для вдохновения нашего, это есть пример Иисуса Христа. Когда мы читаем Евангелие, там описана жизнь Иисуса Христа, вот эти три года Его служения на земле, и это очень краткое описание. Но даже в этом кратком описании мы находим, что Иисус Христос был общительной личностью. Почему я так говорю? Потому что я нахожу в Священном Писании, что Иисус Христос общался с иудеями, Он общался с самарянами, Он общался с язычниками, Он общался с людьми, которые считались, имели такую репутацию в народе, что они были святыми, они были духовными, и Он общался с людьми, которые имели репутацию грешных людей. Иисус Христос общался со всеми. И возникает вопрос, было ли легко Христу общаться со всеми этими людьми? И я так думаю, что нелегко. Потому что то, что проповедовал Христос, то, что Он учил, это было нечто новое, что не всегда людьми воспринималось. Может быть, для кого-то это было интересно, но были те, которые противились. И Христу приходилось слушать не только согласие, но и слышать и противление. Но даже если Христос слышал несогласие, это не было для Него причиной, чтобы не общаться с другими людьми. Там, где люди хотели общаться со Христом, Христос всегда с ними общался. Несколько недель назад я читал историю из Луки, и там интересный есть момент, когда Иисус Христос был приглашен в дом фарисея Симона. Помните эту историю, когда туда же и женщина пришла грешно и помазала Христа, и там случилось даже такой ропот среди этих фарисеев. И я так себе подумал, ведь сколько фарисеи говорили против Христа, сколько они восставали против Христа, как они старались уловить Его в каком-то слове. И вот этот Симон приглашает Его в свой дом, и Христос что делает? Приходит. Почему Он приходит? Потому что Он хочет общаться и с этими людьми, которые даже идут против Него. Почему Христос хочет общаться? Потому что Христос понимает реальность мира. А какая реальность мира? Все мы люди разные. У нас есть разные воспитания, у нас разные характеры, у нас разная история нашей жизни. Но Христос понимает, что даже если разные люди, они имеют общение, то у этих людей есть шанс достигнуть какого-то согласия. И Христос понимал, что среди этих фарисеев есть и те, которые примут Его учения, которые примут Его истину. И мы знаем из Евангелия, что есть такие примеры, что и фарисеи принимали то, что говорил Иисус Христос. Иисус Христос никогда не уклонялся от общения с людьми. Но были случаи, когда люди уклонялись от общения со Христом. И есть в Евангелии также интересная история, когда Христос сказал такие слова, что кто не будет есть тело моего и пить крови мои, тот не имеет части со мной. И помните реакцию некоторых людей, некоторых Его учеников? Какие странные слова. И дальше что они сказали? Как можно это слушать? И дальше написано, что некоторые с того времени перестали ходить со Христом. То есть они прекратили общение со Христом. И как реагировал Христос? Он в этот момент сказал, что нет, останьтесь. Он начал их упрашивать. Нет, он сказал другим ученикам, а вы не хотите меня оставить? Помните, что сказал Петр? Он говорит, а куда нам идти? Ты имеешь глаголы жизни вечной. Что такое глаголы жизни? Это слова. А что такое слова? Это общение. То есть другими словами Петр сказал, ты имеешь такое общение, мы имеем с тобой такое общение, которое дарует нам жизнь. И это интересно, что ученики не сказали, что мы не пойдем, потому что ты чудеса делаешь, ты людей кормишь. Но для них было главное то общение, которое они имели со Христом, и которое они понимали, они не могут найти где-то в другом месте. И вот тут интересный момент. Христос был готов к общению со всеми людьми, которые хотели этого общения. Даже если они имели разные взгляды на те или иные вопросы. Но в то же время Христос не навязывал себя в общении. Если кто-то не хотел общаться, то Христос давал ему свободу выбора. И это есть пример для нас, чтобы мы тоже старались, если кто-то хочет с нами общаться, мы не уклонялись от этого общения. Даже если человек что-то понимает и не так, как мы понимаем. И потому что если мы будем искать себе для общения только людей, которые вот все так, как и мы мыслим, то наш круг общения, он будет очень-очень узким. И он постоянно будет уменьшаться. И я сегодня не проповедую, чтобы мы навязывались кому-то в общении. Как Христос, если кто-то не хочет с нами общаться, ну дать свободу человеку. Потому что когда мы навязываемся, то возникает обратная реакция, возникает еще большее. негатива. Но там, где люди хотят общаться, и эти люди могут быть, разные люди могут быть, особенно в том служении, где мы служим в церкви, или даже дома, или среди наших друзей, особо важно не избегать такого общения. Но дальше я хочу еще одну мысль затронуть. А как общаться с разными людьми, чтобы это общение приводило к сближению, но это общение не превращалось в какие-то бесконечные раздоры. И обратно же мы можем видеть пример Иисуса Христа. Как Иисус Христос общался. Что я замечаю? Что Иисус Христос не старался подстроиться под каких-то людей. То есть, Он не был двуликим. То есть, знаете, как иногда понравится и этим, и этим, и люди пытаются, знаете, подстроиться под всех людей. Иисус Христос твердо держался вот с того учения, той истины, которую Он проповедовал. Но в то же время Христос действовал мудро, и Он имел терпение выслушать мнение другого человека. Когда Христос общался с людьми, это общение не выглядело как монолог. Я говорю, а вы слушаете. Это общение выглядело как диалог. И мы можем вспомнить много моментов, когда приходили ко Христу люди с каким-то вопросом, и как Христос с ними беседовал. Он в ответ задавал им вопрос. Он говорил, а как ты думаешь, а что сказано в Писании? И дальше, когда человек начинал отвечать, то Иисус Христос именно в такой беседе подводил человека к определенной истине. Иисус Христос никогда не ожидал от человека, что человек должен сразу согласиться с тем, что говорит Христос. Христос давал время человеку обдумать и прийти со временем к определенным выводам. Христос сравнивал слово как семя. Семя, чтобы принесло плод, нужно время. Так и то, что говорил Христос, Он давал время человеку осмыслить и прийти к осознанному какому-то мнению и решению. И это очень важно также и для нас понимать, что когда мы общаемся с людьми, мы должны избавиться от этого ожидания такого, что люди сразу могут что-то принять, то, что мы говорим. Мы можем обратиться даже обратно же к взаимоотношениям Иисуса Христа с учениками. Вот когда читаю я вот эти моменты, когда Христос беседовал с учениками, я замечаю то, что ученики, они свободно могли высказывать свое мнение, свое понимание чего-то. И я нахожу такие моменты, что иногда ученики не понимали, что говорил Христос, и они так свободно ему говорили, мы не понимаем, что ты говоришь, зачем ты учишь притчами. Иногда они высказывали свое сомнение, когда Христос сказал такие слова, что трудно войти в царство, богатым войти в царство Божие, и легче верблюду пройти через игольные уши, чем богатому войти в царство Божие. И это случилось после беседы Иисуса Христа с богатым, благочестивым юношем. И помните, что сказали ученики? А кто же может тогда спастись? То есть, они как бы сказали, Иисус Христос, ты сильно большое требование ставишь для тех, кто хочет войти в царство Божие. Они выразили как бы свое сомнение, когда Христос говорил о взаимоотношениях, в браке, помните их реакцию. Так лучше тогда и не жениться. А когда Христос говорил им о том, что ему надлежит пострадать, то Петр даже начал, как там, прикословить Христу. И это все было возможно, потому что отношение между Христом и вот этот стиль общения между учениками и Христом, он был дружественным. И Христос был терпеливый и снисходительным к тому даже недопониманию, которое имели ученики. Он давал им время осмыслить некоторые истины. И очень интересный момент, когда Христос говорил им о том, что ему надо пострадать и пойти на крест. А ученики что? Не понимали, не принимали. Все три года он им это говорит, они это не принимают. И уже когда даже Христос распятый, и казалось бы, они должны были вспомнить, что вот же Христос же нам это говорил. Это не случайно. Это так, как было написано в Писании. И по размыслям над этим, они должны были понять, что будет следующее, что будет воскресенье. И я не знаю, как в этот момент размышляли каждый об отдельности ученики, но помните, там есть описание, что уже после воскресенья двое учеников ишли вот в это селение. Я не знаю, принадлежали они это к 12, или это были еще те, которые были со Христом, но они там были разочарованы. И Христос пристал к ним, шел с ним и беседовал, и из Писания все им-то изъяснял, изъяснял, рассказывал, но они все равно не понимали. И когда он уже их оставил, помните, что там написано, что открылись у них глаза. Что это значит? Что они наконец-то поняли. И дальше что они сказали? Не горело ли сердце наше? То есть они указали вот эти слова, не горело ли сердце наше, указывают на причину, почему они не понимали. Причина была в духовном, их состоянии. И мы вот это должны понять, что согласие с людьми, мы приходим не благодаря каким-то умственным доказательствам, не благодаря тому, что мы как-то логически выстроим свои доказательства, потому что у всех своя логика, у меня своя логика, но у другого человека другая логика. А к согласию мы приходим, когда что-то меняется в нашем духе. А в духе поменять может кто только? Только Бог. И поэтому вот этот фактор мы должны учитывать, когда мы общаемся с людьми, когда мы пытаемся найти какое-то согласие, мы должны молиться к Богу, чтобы Бог производил изменения в духе, чтобы именно в духе произошло это согласие. И интересно, когда мы молимся об этом и ждем этого согласия, строя отношения с другим человеком, мы должны понимать, что изменение в духе может происходить не только вот в том человеке, с кем мы ищем согласие, а еще в ком может происходить изменение? В нашем духе. Потому что когда Христос пришел, Он был абсолютная истина. Он знал все нюансы, Он знал, что даже люди думают, Он знал абсолютно волю Божью. Поэтому все то, что Он проповедовал, это была истина. Но мы не есть, как Иисус Христос. Мы есть люди ограниченные, и наши познания, они тоже ограничены. И это большое заблуждение, когда мы ставим себя в позицию абсолютной истины, когда мы занимаем такую категорическую позицию в каком-то вопросе. Когда мы так делаем, то вот эта наша категоричность, она может сыграть с нами очень плохую шутку. Приведу еще один пример из Священного Писания. Самаряне и иудеи. Знаете, что самаряне с иудеями не сообщались. Почему? Были духовные разногласия. И иудеи так себе категорично поставили, раз вот самаряне не так понимают, как мы, то мы с ними не будем общаться. И они довели эту категоричность даже до такой степени, что они не только в духовных вопросах не общались, они даже в повседневных вопросах избегали общения. Потому что когда Христос встретился вот с этой женщиной, и попросил ее воды, она удивилась. Она говорит, как ты, будучи иудеем, просишь у меня пить воду. То есть получается, что иудей, даже если он умирал от жажды, он все-таки даже и не попросил бы воды у самарянина. Настолько все это было категорично. Но потом, когда они начали беседовать, и когда эта женщина начала задавать Христу вопрос, кто правильнее понимает, вот где надо поклоняться, на горе или же в храме в Иерусалиме. И Иисус Христос поддержал иудеев. И он сказал, что вы не знаете, вы не понимаете, как кланяться, а спасение идет от иудеев. То есть он занял позицию иудеев, что иудеи действительно правильнее понимали этот вопрос. Но дальше что он сказал? Но наступает время, когда и не на горе, и не в храме, а истинные поклонники будут поклоняться в духе и в истине. То есть на данный момент иудеи правильнее поклоняются, но придет время, когда будет новая истина, когда будет новый этап спасения человечества, и вот тогда будут поклоняться в духе и в истине. И вот эта женщина, когда она пошла в город, и она сказала, пойдите, посмотрите, там есть человек. И вот я обратил внимание, что самаряне не пренебрегли общением с Иисусом Христом. Они не были настолько категоричны. Они могли бы сказать, откуда этот человек? С иудеей. Что нам может иудеи рассказать? У нас есть своя позиция. Но они пошли и беседовали со Христом. И чем это обернулось для них? Это спасением и благословением. Но те иудеи, которые так и остались в своей категоричности, они это спасение упустили. Они это благословение упустили, и даже некоторые из них в своей категоричности пошли против Бога. Я понимаю, что иногда мы оправдываем свою категоричность тем, что мы говорим, ну мы же вот защищаем не свою истину, мы же защищаем то, что написано в Библии. Вы знаете, когда мы защищаем то, что написано в Библии, то это слава Богу. Но когда мы это говорим, что мы защищаем то, что написано в Библии, мы должны 10 раз себя проверить, насколько мы искренны перед Богом. И если мы искренны перед Богом, то если даже мы что-то не так понимаем, Бог нас скорректирует. Но если мы не искренны и мы, прикрываясь Библией, защищаем просто свои амбиции и какую-то свою позицию, то это как бы плохая ситуация для нас, и она может для нас плохо закончиться. Тема общительности это очень глубокая тема. И я понимаю, что я коснулся ее только немножечко. И цель моей проповеди, она была не в том, чтобы раскрыть эту тему полностью, но то, чтобы побудить нас размышлять об этом. И когда мы начинаем размышлять об этом, то Бог с Духом Святым, Он что делает нам? Он нас дает эту мудрость, и Он дает мудрость еще больше, нежели любой проповедник. Поэтому пускай Бог нас благословит, размышлять над тем, чтобы приносить вот эту жертву общительности, чтобы научиться общаться таким образом, чтобы это общение приводило к любви, приводило к созиданию и приводило к сближению нас друг с другом. Пускай Бог нас по этому благословит. Аминь.